Я приглашаю следующего спикера, это Бадвы Сунью, который расскажет нам о последних достижениях понимания молекулярного патогенеза рака лёгкого и рака желудка. Бадвы, please. Бадвы, please. Давайте начнём. Где-то нам всё равно надо начать. Давайте начнём с очень базовых вопросов. Действительно, нам надо говорить и разбираться. Это рак желудка, это рак толстого кишечника, это рак лёгкого. Какая классификация существует? Мы знаем достаточно хорошо, как идёт классификация при раке молочной железы, а какая же классификация существует при раке желудка или при раке мочевого пузыря, например. Не можем мы просто подумать о молекулярном уровне, какие изменения существуют, и как эти молекулярные изменения сочетаются с анатомической патологией. А молекулярная классификация, может быть, иногда полностью может заменить то, что мы сейчас сделаем, например, и сказать, вот это вот рак желудка, это рак лёгкого, а это рак молочной железы. Давайте вот поговорим о молекулярном гипотезе. Мы используем различные методы для тестирования данной гипотезы. То, как мы делаем, это микротестирование или микроэрой. Я уже упоминал о предшествующем докладе, что существует методика TCGA, или так называемая атлас, геномный атлас рака вообще. Имеется ли у нас достаточное количество случаев для того, чтобы фармакологическая индустрия разработала именно те или иные препараты, которые будут работать на макулярном уровне? Смогут ли фармацевтические компании разработать и выпустить таргетные препараты для того, чтобы избежать прогрессирования заболевания? Практически 1% среди различных проявлений рака, различных локализаций рака. Вот как раз пример, как 11 тысяч различных образцов было проанализировано в случае 20 различных локализаций рака. Действительно ли локализация важна или нет в данном случае? Это очень сложный слайд, но я не буду о нем слишком много говорить. Но вот здесь показано, что, давайте скажем, рак молочной железы. Два основных типа – луминарный и базальный. И они совершенно четко отличаются от других типов рака. Или, например, колоректальный рак, или рак мочевого пузыря. Мы видим, что вокруг, вот в рамках этой всей таблицы, среди всех категорий, за исключением, может быть, мочевого пузыря, анатомическая классификация руководит молекулярной классификацией. Молекулярная классификация – это хорошее дополнение, но не замена классификации, основанной на локализации опухоли. Этот слайд суммирует детали. Что мы здесь видим? 12 категорий, 5 из них, 1 и 1 корреляция, 1 к 1. Кидни – это почки, яичники, эндометрии, глиобластома, лейкемия. Две категории – ракомолочной железы, люминальная и базальная, колоректальный рак. Два категории – рака легких, адена и плоскоклеточный рак. А также три категории, если мы посмотрим, рак мочевого пузыря – плоскоклеточный, аденокарцинома, транзиционный рак. Это то, что мы видим под микроскопом. Очень простая классификация, но это то, что мы делаем каждый день, и это очень важно. Лимфоузлы, у которых имеются метастазы – это наши морфологические навыки, и мы можем смотреть лимфатические узлы, посмотреть эти раковые клетки и сказать, а какая же локализация опухоли. И для меня, как для анатомического патолога, вот это очень большая честь, что я могу распознать локализацию рака по метастатическим отсевам в лимфатические узлы. А что говорить о гидрогенности опухоли? Необходимо помнить, что первичные опухоли могут быть очень сильно отличаться от метастатических опухолей. Мы сегодня говорили о повторном тестировании после неоадиватной терапии в случае рака молочной железы, но точно так же нам нужно думать и о раках другого локализации, что метастатические опухоли могут отличаться очень сильно от первичных опухолей. И сегодня я показывала уже этот слайд, это анализ мутаций, основные мутации, о которых мы говорим, которые зависят от контекста. Если вы выведете эти мутации из контекста, то мы получим другой совершенно ответ. Какие же заключения можно сделать? О чем мы говорим? Локализация действительно важна. Например, мы можем четко знать, с каким раком мы работаем, какая гистологическая локализация. Это рак толстой кишки, мочевого пузыря или рак молочной железы. Следующий момент, который необходимо подчеркнуть. Существуют некоторые исключения, и мы будем немножко об этом тоже говорить. Большинство этих исключений соотносятся с или имеют отношение к иммунной терапии. Иммунная терапия будет играть большую роль при всех типах раков, определяя, какая иммунная терапия будет лучше для каждого подтипа рака. И это будет действительно реальным вызовом для нас, если мы хотим оценить вот это. В этом контексте давайте посмотрим и посмотрим на рак желудка. Этот слайд, данные, во всяком случае, представлены предшествующим докладчикам рака желудка по молекулярному типу, разделены четыре типа. Это и БВА ассоциированный, МСА, генетически стабильный, и СИН, где имеется существенная генетическая нестабильность. Это опять повторение того, что сказал предшествующий докладчик. Мы не знаем, а как это вот такая классификация оказывает воздействие на наши терапевтические режимы? Какие конкретно типы будут отвечать на ту или иную терапию? Мы действительно не знаем. Например, какой тип или какой процент HER2 положительного рака, например, молочной железы. А мы делаем рутинно вот такое субтипирование, рассматривая прямые или суррогатные молекулярные подтипы. Как сегодня мы уже говорили, что при раке молочной железы, может быть, это не очень важно. Необходимо знать, какие это раки. Эстроген положительный, прогестерон положительный, HER положительный или тройной негативный. Но для рака желудка это важно. Давайте посмотрим. Поговорим о тестировании на HER2. Прежде всего, фундаментально нужно знать. И это становится очень важно для нас, как потом орфологов. Если система набора очков содержит определенные подходы, например, если мы говорим про раке желудка, вот эта система, шкала, шкалирование, очень сложна, если мы говорим о раке желудка. И достаточно хорошо разработанная в отношении рака молочной железы. Система шкалы зависит от локализации опухоли, от патоморфологического состояния опухоли. И когда мы говорим о анализе биомаркеров, в зависимости от локализации, это также имеет большое значение. Например, если вот этот маркер хорошо работает при раке молочной железы, будет ли он работать при раке яичников? Существует пять основных клеток, которые определяют различные опухоли. Один класс, который позитивный, а другой, например, класс, подразумевает дифференциацию различных пяти различных клеток. Мы можем использовать увеличение, конечно, микроскопическое увеличение. Если вы видите, что что-то действительно очень положительное, это, например, увеличение Форекс прибавляет вам, например, целых три очка, три точки. Очень простое правило. Но мы можем достичь последовательности в наших заключениях. И затем мы подходим к следующим моментам, это к руководствам. Но давайте поговорим о данных, исследования ТОГО, где мы видим, что мы имеем дело с ответом на герцептин, основную терапию. И те пациенты, которые страдают от рака желука. Вот исследование ДОКО. Здесь рак определяется либо гастроэзофигальный, либо рак желука. И вот в основном гастроэзоф... пищеводный рак, а не пилорические отделы желудка. Здесь рассматриваются. Давайте посмотрим еще на некоторые аспекты. Если посмотреть под анализ, я вижу, какие существуют предикторы ответа. Опять-таки, происходило... Это был под анализ, запланированный ранее. Для тех людей, которые говорят фиш-фиш-фиш-анализ, там был один момент, что фиш оказался не таким эффективным в определении пациентов, которые были хер-2 положительными. Если посмотреть на сабсет-анализ, мы видим, что некоторые... что коэффициент риска все из другой с фиш положительными случаями, тут худшие результаты, чем... Что касается недавних, более недавних исследований, было проведено еще два исследования, Джекоб и Гатсби исследования. Один, это хер-2 положительные. Я понимаю, что официальные результаты будут скоро опубликованы, а те пациенты, которые предполагаются как положительными, хер-2 положительными, кстати, те, кто не знакомы с ТИТ-Диам, это здесь речь о очень токсичном агенте при химиотерапии. Этот агент использовался в 70-х, 80-х, но был слишком токсичным, связан был с антицелами, которые идут в опуховые клетки, атакуют, присоединяются, и все это ведет к разрушению опухоли. И вот это исследование было негативным, удивительным. Поэтому есть очень многое, чего мы не знаем с точки зрения того, как продолжать двигаться дальше, когда мы говорим о ответах. Мы должны проводить исследование для того, чтобы вычислить, что происходит, только потому, что препарат работает в одной ситуации, в одном подтипе рака, но при этом это не означает, что этот препарат будет работать в сходных ситуациях, но уже с другим подтипом рака. И что касается AJFR, то тут тоже у нас данные скоро будут опубликованы, и прогностическое воздействие AJFR показано. это прогностическое влияние экспрессии AJFR уже подтверждено, и мутации KERAS. Также существует ряд других мишеней, которые рассматриваются при раке желудка, и было исследование MIP-MAP, но оно было неудачным, но существуют еще другие мишени, на которые можно нацелиться. Мы не знаем, опять-таки, каковы будут исходы этих исследований, мы должны подождать и посмотреть, насколько эти исследования окажутся положительными. Если окажутся положительными, то эти биомеркеры, скорее всего, войдут в рутинную практику. Если продолжить дальше, рак легких, это вторая тема, о которой я должна сказать, это еще один очень важный момент, где молекулярный анализ полностью поменял ситуацию с раком легких. Вот, немелкоклеточный рак легких, это, в общем-то, то заболевание, где химиотерапия, это единственный выбор, который предлагается. Эти пациенты, несмотря на химиотерапию, живут очень плохие показатели, жизненные показатели. Здесь мы видим классификацию опухолей легких, которая изменила ситуацию. У нас есть основная группа, но при этом существуют еще дополнительные небольшие группы, которые составляют приблизительно 1% рака легких. Несмотря на то, что рак легких это такое довольно частое заболевание, тут могут быть очень важные мишени для лечения этого заболевания. Что происходит в этой сфере? Давайте посмотрим на пациентов. И здесь, на этом слайде, мы видим, что в зависимости от мутаций, которые присутствуют, может осуществляться серьезное влияние на исходы. И соответственно, рак легких это целая корзина заболеваний. И это не единичное заболевание. Существуют различные онкогенные драйверы. Еще один слайд, который говорит нам о уровне заболеваемости и в различных мутациях, в различных подгруппах при сквамозной карцином, при аденокарциноме. Здесь мы видим, что некоторые мутации довольно часто происходят при сквамозной клеточной карциноме. Вот КРА группа показана более частые в случае с аденокарциномой. но если проводится биопсия или бронкоскопическая биопсия рака легких, вопрос, как правило, а что нам нужно делать? Может быть, попытаться использовать маркерки для того, чтобы определить, что это аденокарцинома или сквамозная, или, например, попытаться какой тип мутации, узнать, какие мутации можно выявить, какие типы мутации присутствуют? Здорово, если мы можем сгонить аденокарцином от сквамозной, клеточной карциномы, но нам нужно, конечно, определить, какие препараты должны использоваться. И вот некоторые агенты, которые были недавно одобрены, например, одобренный GFR и ингибитор АЛК. Существует серьезное улучшение в сфере общей выжимаемости при такой химиотерапии. Вот здесь некоторые данные представлены. Это улучшение выживаемости и разница выживаемости при использовании ингибитора GFR и началом химиотерапии. АЛК фьюжн-позитивные пациенты. Можно поспорить, что через какое-то время все пациенты там умрут, но, по крайней мере, это предоставляет нам еще дополнительно несколько месяцев с точки зрения выживаемости. Мы всегда думаем о распространенном раке, когда думаем о местном распространенном раке. Вот даже при поздних стадиях рака. Ведь можно думать о дополнительных месяцах, подумать об этих аспектах, как важны эти терапии для таких пациентов. Вот, скажем, при хердуапозитивном раке груди у нас приблизительно 8 месяцев выживаемости, если мы сравниваем с метастазом, а это естественно дает большие преимущества при одевантном подходе. Вот для ряда этих маркеров, если мы будем их использовать, потому что видим, что очень многие подгруппы рака легких показывают очень хорошие результаты, если мы используем целенаправленную прицельную терапию. есть ряд мутаций, которые присутствуют, и они ассоциируются с терапевтической резистентностью, и вот этот пункт 17 вызывает наибольшие сложности, и мы видим, что естественно большое количество пациентов имеют приобретенные мутации, то есть мутации во время курса терапии, но хорошие новости, некоторые эти мутации, включая ТД17М, можно обнаружить в циркуляции, очень много людей сейчас пытаются получить ДНК циркулирующей области, чтобы определить резистенции, Д17-90М дает нам возможность выявить резистентность, а теперь есть новые препараты, которые были разработаны, они могут нацеливаться на EGFR-мутацию, и эти препараты также продемонстрировали свою успешность. Вот пример пациентов, которые являются резистентами и с новыми препаратами, опять-таки можно получить очень серьезную пользу. Постоянный мониторинг пациентов это то, что необходимо делать и вопрос, а как осуществлять мониторинг? и самый дешевый способ кажется биопсии или жидкостные биопсии, биопсии ликвера. А вот это ряд ингибиторов, это ингибиторы третьего поколения, которые используются для продаления резистентности. еще некоторые исследования позитивные при мелкоклеточном раке легких. Здесь мы видим быстрые разработки и одобрение кризотениба. Вот здесь было исследование фазы 1-2, которое увлекло 150 пациентов, большое количество пациентов получило пользу, но правда большинство, как мы видим, сокращение размеров опухоли. И вот с такими препаратами, которые сейчас выходят, нам необходимо четко понимать, что происходит. И безусловно механизмы, которые происходят в опухоли, там могут быть малые клоны из-за гетерогенности, вот они начинают разрастаться очень быстро, потому что была потеря резистентности, и все это это возможность новой резистенции, и естественно, сейчас разрабатываются новые препараты, которые позволят преодолеть мутации. Все это становится возможным. Сейчас мы понимаем вот эту трехмерную структуру мутации белков, и локализацию мутации, какие молекулярные ингибиторы могут связываться, несмотря на появление новых мутаций. Молекулярные механизмы превратенной резистентности показаны здесь. Существует очень много процессов, которые мы до сих пор пытаемся понять, но основной ряд ингибиторов ALK нового поколения, они сейчас находятся в фазе клинических исследований, и рано или поздно они окажутся успешным в лечении некоторых форм рака, например, воспалительный рак, это позитивный для альфузи, есть еще другие виды онкологии позитивные, которые могут стать смешениями для новых препаратов, и что очень здорово, это видеть вот такие картинки, опять-таки это один из примеров, вот опухоль довольно крупная, и мы начинаем давать им препарат, и опухоль затем исчезает, вот такой препарат, даже через несколько месяцев, это на несколько месяцев помогает, это все-таки все равно дает возможность человеку жить и существенное количество времени вести нормальный образ жизни. Опять мы можем использовать различные ингибиторы, это вот как раз для людей, которые интересуются терапией, первой линии резистенция, резистенция, затем вторая терапия, третья терапия, развиваются новые препараты до того, чтобы понимать, мы сейчас начинаем лучше понимать молекулярный процесс, молекулярную биологию и преодолеть резистентность с помощью препаратов второй или третьей линии. Опять давайте посмотрим препарат кризотениб, эффективный в аденокарциноме. Когда мы видим вот такие изменения, серьезные изменения, мы начинаем верить в молекулярную медицину, а мы действительно понимаем, если надо с чего-то начать, надо сделать секвенирование следующего поколения, геномное синтенирование, и это будет благоприятно, это будет преимущество, может быть, для другого поколения пациентов. Нам надо сфокусировать наши усилия для того, чтобы найти конкретный препарат для того, чтобы остановить вот эти движущие силы. Мы говорили много о 790M мутации, которая вызывает мутацию при раке пищевода, следующая амплификация МЭТ, HER2 амплификации и так далее. Еще необходимо затронуть следующий вопрос. конечно, мы не можем не поговорить о PD-L1, PD-1. Это то, что изменяет жизнь пациента, PD-1 и PD-L1. Это не способность иммунной системы контролировать заболевания. И мы понимаем это, но наша возможность использовать таргетную терапию. Это наше последнее приобретение. Многие люди пытались применять различные вакцины на уровне иммунотерапии, но, к сожалению, успеха не было достигнуть. Но с помощью PD-1 и PD-L1 сигнальный путь это очень просто все на саун. У нас имеется воспаление, поскольку маркеры воспаления выброшены в кровь, и нам необходимо остановить воспалительный процесс. И существует огромное количество вот этих чекпоинтов, которые присутствуют, и которые оказывают воздействие на иммунный ответ. Но опухоль хочет расти, используя тот же механизм, как обычные нормальные иммунные клетки, и просто-напросто закрывая весь иммунный ответ для того, чтобы продолжать разрастаться. Это так называемая инкомпетентная иммунная система, и иммунная система организма не может определить и уничтожить эти клетки, раковые клетки. Поэтому ингибиция вот этого сигнального пути со стороны опухоли приведет к успешному борьбе с опухолем, приведет к тумор-лизису. Ну, легко, конечно, звучит, это все очень просто, но все не так просто на практике. По крайней мере, 20 различных молекул, которые работают в рамках иммунного ответа. Это статья Дуперл. Обязательно необходимо почитать эту статью, если доктора интересуются иммунным механизмом развития рака. Это дисбаланс между постстимулированных факторов и достимулированных факторов. Те факторы, которые вызывают стимуляцию, те, которые вызывают ингибицию. Когда происходит ответ иммунной системы непосредственно, это классический пример. в зависимости о количестве ПДЛ-1 экспрессивы, вы можете видеть существенное улучшение в рамках прогноза. Еще важно вот этот препарат. Мы сравниваем достаточно нетоксичный препарат ПДЛ-1 и стандартное лечение токсической химиотерапии. И что интересно здесь посмотреть, вот этот простой агент, единственный агент, существенно лучше работает при лечении пациентов и контролировании течения заболевания по сравнению с токсической химиотерапией. Если, например, химиотерапия не очень работает, добавляем ПДЛ-1 и приобретаем приблизительно 60% увеличения выживаемости. Вот эти вот, и вот эта разница, существенное улучшение. Это вот то, что мы можем сделать, конечно, нет. Имеются еще агенты будущего, которые могут остановить мигрирование клеток вверх и увеличить пятилетнюю выживаемость. Если мы начнем увеличивать, повышать эту кривую, сейчас это 10%, но нам надо увеличивать это расстояние. Не так много у нас препаратов, которые могут вот так работать в случае немалкоклеточного раковлю. легкого. Сейчас у вас множественные агенты, которые могут помочь в лечении рака легкого, по крайней мере, контролировать рак, в частности ПДЛ-1. Заключение. Нерезиктабельный рак легких должен быть протестировано ИГФР, АЛЬК, или реактивный типа кислорода, за исключением плоскоклеточного рака легких курильщиков. Многие опухоли хорошо работают на ПДЛ-1, поскольку имеются множественные мутации, многие агенты появляются в раковых клетках. Обычно иммунный ответ – это тот иммунный ответ, который опухоль подавляет. Если иммунный ответ недостаточно, необходимо привести к реактивации иммунного ответа для того, что наша иммунная система начала атаковать клетки. Все опухоли должны протестированы быть в самом начале ПДЛ-1, иммуногистохимия, фиш или гибридные методы должны быть использованы как стандарт для того, чтобы определить АЛК, например, или РОС-1. Каждая рецидивирующая опухоль после терапии должна протестирована на ТКИ. Также необходимо повторить биопсию и проанализировать механизмы резистенции. Также нужно определить следующие показатели ИГФР при аденокарциноме ТКИ и я хочу поблагодарить профессора Готна, потому что я использовал эти слайды с его соглашения и мне помогали мои коллеги специалисты по раку желудка. ТКИ. 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 ТКИ.